Небольшой подиум, уходящий в зал, в первых рядах вип-персоны. Так, в областном центре прошло финальное шоу конкурса детских театров мода «Золотая нить». Мероприятие по охвату участников 37 коллективов со всего региона и 62 коллекции ничем не уступает масштабам показов в рамках недели моды. Участники коллективы детских творческих студий-объединений театров мод. Номинации три. Это «Нашик», «Коллекция» и «Эко». Для нашего региона вообще швейное, текстильное производство, модельный бизнес – это всегда были брендовые направления развития. И для нас очень важно поддержать стремление совсем молодых и юных ребят в эту профессию. Казалось бы, что можно найти в давно раскрытой теме народного костюма. Тем не менее, участники категории «Дебют» постарались на славу. Традиционные сарафаны, косынки и рубашки осовременили, получились коллекции «Прет-а-порте». Материалы только натуральные. В каждом наряде выдержаны последние тенденции стиля. Хоть сейчас бери для модного журнала. «Это, конечно же, мода. Наш коллектив постарается изготавливать коллекции более носибельные, чтобы их можно было носить, и это было модно, интересно и своеобразно». Фестиваль «Золотая нить» существует больше 20 лет. Но организаторы стараются найти изюминку для каждого шоу. В этот раз в честь Года экологии ввели новую номинацию. Участникам предложили сделать коллекцию из нетрадиционных и экологичных материалов. Коллектив Гаврилова-Посадской школы модели не шил, а скреплял, клеил, мастерил. Каждый наряд – настоящая цветочная фантазия. «Нам была дана задача сделать коллекцию из нетрадиционных материалов. Был выбран полиуретан, был выбран упаковочный материал. И практически мы ничего не покупали. Мы взяли то, что у нас было в студии, то, что у нас был материал, какие-то остатки. Из них мы и работали. Был куплен сетка. Это сетка для окон. Вот эта вот пленка для парников. Это для цветов пленка». Организаторы уверены, подобно нити Ариадны, золотая нить приведет участников к цели, а точнее к будущей профессии. Ведь нет для девушек ничего более естественного, чем стремление создавать красоту. Традиционно лучшие коллекции начинающие модельеры представят Вячеславу Зайцеву на показах фестиваля «Плес на Волге» и «Ниная палитра» в июле. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.